Добрый вечер. Я ведущий Алексей в эфире и выпуск посвященный специальной сессии Московского экономического форума 2020. Московский экономический форум возобновил свою работу в новом формате, седьмой форум пройдет осенью текущего года. Об этом на на специальной сессии МЭФ на тему новый курс. Время действовать. Деньги в Россию. Рассказался председатель МЭФ, глава ассоциации Роспецмаш Константин Бабкин. С этого года форум ставит свои задачи и формирование на единой платформе проекта новый курс широкой общественной коалиции, выступающей за разумную экономическую политику. На секции выступили Сергей Глазиев, академик РАН, действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии. Михаил Делягин, научный директор Института проблем глобализации. Горегин Тасунин, президент Ассоциации российских банков. Владимир Гамза, председатель Совета ППРФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Андрей Паршев, главный редактор УКМ.РУ. Андрей Андриченко, генеральный директор ООО «Айти Энерго», разработка программного обеспечения для автоматизации технических процессов в энергетике и промышленности, Новосибирск. Гузель Улумбикова, руководитель высшей школы и организации управления здравоохранением. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Я постерегусь оскорблять президента Российской Федерации, как москвич, путем цитирования его многочисленных заявлений, высказаний и обещаний, а также планов и прогнозов. Но я должен сказать, что не надо менять сущности, несвойственные им свойства. Говорить о том, что наше государство собирается что-то развивать, можно, конечно, с высоких трибун и прочее, но, по-моему, это несерьезно. И это применение неуважения к этому государству. Мы же помним, а многие помнят, я, по крайней мере, это видел, поэтому я могу сказать эту гипотезу, что еще в 90-м году, еще в недрах Советского Союза, то есть, господи, 30 лет назад, российское государство создавалось в недрах Советского Союза для решения очень простой и очень примитивной задачи. Разграбление советского конследства и легализация его в качестве личного права. Точно. Другого функционала военного государства я не наблюдаю за все 30 лет его существовать. Может, я, конечно, не близорукий, но здесь, когда я чеки с него, я тоже не наблюдаю, все же по-прежнему. И никто не наблюдает против него. Поэтому то, что мы здесь услышали, вот если бы Гузель Эрнстовна выступила с этим на коллегии Минздрава, ну, может быть, кто-то здесь стеснялся, там врачи еще уцелели некоторые случайно. А если бы она выступила на свидании к правительственному, я подозреваю, я бы в средстве бурными аплодисментами и всем министрам здравоохранения за последние 5 лет дали бантик нам. Что у нас в том с правой политикой в отношении регионов, при которых в регионах денег нет, не было и не будет никогда, пока в правой политике. Минифильм. Один министр финансовый у нас сидел 11,5 лет, сейчас возглавляет еще какую-то палату, другой тоже уже, по-моему, 8 лет сидит и дальше сидит. Потому что главный функционал – это разграбление данной территории. И любой человек, ну, почти любой гражданин Российской Федерации, проживающий на данной территории, хочет он того или не хочет, голосует он за единую Россию или за партию земли, еще за кого-нибудь, он является объективно врагом государства. Потому что он отвлекает на себя ресурсы, которые можно вдруг украсть. Так, их раньше увозили, какое-то время назад вывозят уже не все некоторые накапли вот здесь, но это уже детали, где люди будут украсть, по сути дела. Второе. Да, конечно, эта политика имеет трансформироваться, потому что в 90-е годы крайний материальный капитал. А материальный капитал, в общем, разграблен в общем целом. К началу века, и вот перелом, связанный с приходом Путина, заключался в том, что грабить материальные ценности, в общем, стало невозможно. И закончился физически. И бюджет весь распределил. А дальше был период борьбы за власть, который закончился в 2004 году. И что у нас было в 2005 году? Людоевская медитация в год. Гениальность новой генерации политиков, которые пришли власть с Путином, заключается в том, что они сумели от разграбления материального капитала перейти к разграблению капитала социального. Того же самого здравоохранения, образования, культуры в целом. Включите телевизор, посмотрите, что там показывают. Это разграбление культуры. Это уничтожение культуры, как способность людей вообще адекватно воспринимать себя, адекватно воспринимать себя. А в рамках этой политики, естественно, развивается, в рамках этого государства может развиваться только они, и другие ребята. Последние 100 лет она к вольтеровым отношениям уже не имеет. Это идеология поощрения и защиты семьи, и службы глобальных финансовых спекулянтов, или, в крайнем случае, своих финансовых спекулянтов, но глобальные сильнее, потому что они лучше, в том числе и против своего народа. Ну, поставьте себя на место правительства. Любой рубль, который направлен в строительство дорог, на развитие сельского веселения, на развитие здравоохранения, на развитие образования, на развитие ФСП, в конце концов, этот рубль украден у финансовых спекулянтов. Это вопиющая, чудовищная бесхозяйственность. Мы могли на этот рубль поспекулировать, а мы его куда-то брать на какие-то снижательные нужды. Не важно какие. Это же глупость. Это же неправильно. Поэтому покойный Гайдар, если мы показываем палец, он говорил, нужно сократить бюджетные расходы. Я очень наслаждал, потому что нужно высвободить деньги для глобальной финансовой спекуляции. Но этот, как интеллигентный человек, естественно, не договаривался. Он понимал, где нужно поставить точку в предложении. И когда мы смотрим на нашу политику сегодняшнюю, простите, пожалуйста, нет абсолютно истины. Это одна нас училась в философии, не только марксистская, но есть абсолютная ложь. Абсолютная ложь звучит определенно просто. Денег нет. Когда господин Медведев сказал, денег нет, но вы держитесь. Используемы остальные средства на счетах федерального бюджета, без международных федералов, только в бюджете, составляли 7,3 триллиона рублей. С того времени утекло много воды, много человеческих жизней, которые уничтожаются в том числе благодаря сегодняшней политике. И на сегодняшний день, на 1 марта этого года, по отчетности Минфина, это не суров сообщать, не на вами рассказывать, рассказывать Минфин, свои статистики. Используемые остальные средства на счетах федерального бюджета составили 14,4 триллиона рублей. Они не выросли в то время, они выросли чуть меньше. И январь, и февраль, и у нас был дефицитный бюджет. А в неспользуемые остальные все равно росли. И выросли чуть-чуть. 14,4 триллиона рублей, это деньги, на которые можно заново построить страну. Для того, чтобы уничтожить нищету в России, чтобы гарантировать гражданам Российской Федерации прожиточный минимум, нужно по официальным данным 0,8 триллиона рублей. Ну, конечно, у нас заниженный прожиточный минимум, официальные власти врут. Допустим, нужно 2 триллиона рублей. Причем эти деньги в основном сразу же вернутся в виде налогов, прокрутившись по экономике и повысив экономическую активность. Почему государство этого не делает? А очень просто. Потому что, если вкладывать в Россию, здесь могут возникнуть какие-то конкуренты для глобальных корпораций, которым служит государство. А 14,4 триллиона рублей, если их использовать на что-то полезное, если их во что-то инвестировать, неважно, в людей, в железо, в землю, то эти деньги уже потом нельзя надеяться использовать для финансовых спекуляций. А пока они просто лежат, ну их слишком много, чтобы украсть, но можно отщипывать по кусочкам. Господа полковникам Захарченко, Захарченко, там хватит. А с другой стороны, есть надежда, что в какой-нибудь кризис их удастся их быстро спалить, сжечь, как мы это видели там в 90-е годы. На самом деле, в бюджетах должны быть деньги, ну как бы на кассовый резерв, что называется, вдруг что-то случится. Нормальные обстоятельства при эффективном использовании бюджета, это должно быть примерно 100 миллиардов рублей. Ну хорошо, у нас сейчас коронавирус, у нас низкая эффективность работы в Министерстве финансов, хорошо, полтриллиона рублей должно быть, так сказать, на покрытие кассовых разрыхов. Все остальное, 14 триллионов, это деньги, которые в любой момент могут быть направлены на что? На что их собираются направить? 2,5 триллиона собираются отдать Банку России за государственный Реже Сбербанк, если посмотреть условия сделки или свой способ формули. Ребята, а мы вам даем деньги, только вы нам их не отдавайте, пожалуйста. Ради богу. Потому что деньги нужно куда-то подсунуть, либо они не шли на благо Российской Федерации. Второе источник средства, это Международные резервы Банка России. Часть из них, валютная часть бюджетных ресурсов учитывается по Международному резерву Банка России, но в целом они где-то сейчас 570 миллиардов рублей, они уже такие большие, что никого не интересует их лично. А эти миллиарды только, ну конечно. Есть критерия Рэнди, рассчитанная на основе четвертого кризиса 1997-1999 годов, сколько нужно международных резервов для того, чтобы гарантированно при любых обстоятельствах обеспечить стабильность национальной валюты без подчеркновения. Это ограничение трансграничного движения капитала. На самом деле такое ограничение невозможно, если оставаться полностью выбирать парадигмой, что все на финансовой спекуляции, оказывается, что не менее, 270 миллиардов долларов мы можем выйдут из кармана и направить на развитие сегодня, в любой момент, как только захочется. Но поскольку развитие страны отвлечет деньги, пусть так как потенциально финансовых спекулянтов, и может создать конкуренты для Запада, а теперь уже Китая, то это развитие является абсолютным внутренним запретом для любых нынешних властей Российской Федерации, которые были либералов в пределах, и остаются либералами. Наконец, у нас есть замечательный резерв пенсионных денег, которые колоссальны, которые толком не используются никогда, и просто медленно сжигаются. Вот деньги, которые мы платили в своей будущей пенсии, они просто медленно сжигаются, и следуют с инфляцией, потому что их разрешено вкладывать в такие финансовые инструменты, и доходность, по которым будет точно ниже инфляция. А что можно с ними сделать? А у нас есть гарантированный вид бизнеса с гарантированной доходностью, высокой рентальностью на ближайшие 15 лет. Это модернизация ЖКХ всех крупных и средних населенных пунктов, где это еще не произошло, и модернизация ЖКХ в богатых, малых населенных пунктах, которые тоже, пусть и в небольшом количестве, но имеются. Это гарантированный бизнес с гарантированной доходностью. И деньги пенсионные могут туда быть направлены и гарантировать пенсии по-честному, если предположить, что правительство собирается когда-нибудь служить Российской Федерацией. Но эта гипотеза реальности не соответствует, потому что сменяющие правительство служат кому угодно, кроме Российской Федерации. Мы сейчас видим огромные проблемы с нашим государством, которые, на мой взгляд, являются одним из самых эффективных управленческих организмов вообще в истории человечества. А существующий сегодня, наверное, самый эффективный управленческий организм. Просто не нужно ему приписывать не свойственно ему задачи. Но если его сломать, если его, извините, не его сломать, а если сломать его ориентацию, то, в конце концов, люди с возвращенной сексуальной ориентацией даже иногда возвращаются к нормальной ориентации. Таких случаев есть. И даже люди с возвращенной политической ориентацией иногда возвращаются к нормальной политической ориентации. Если наше государство начнет служить народу, а не быть врагом народу, то тогда есть универсальный и детский простой рецепт ответа на все кризисы, которые только можно все образить, и глобальные, и внутренние, и бактериологически образовательные. Это модернизация инфраструктуры. Инфраструктура в своей природе вкладывает один, а результаты остаются всем. Это недоступно для частного бизнеса, кроме сопроводной инфраструктуры, потому что для того, чтобы это было рентабельно, нужно обложить всех совершенно запредельный дайвер, классический пример, все частные автомобильные дороги, которые запретительны в дороге. Именно поэтому у нас. Поэтому государство должно заниматься модернизацией инфраструктуры в этой сферах, где она гарантирована обод недобросовестной конкуренции с частным бизнесом. И модернизация инфраструктуры должна быть комплексной, достоинств современных технологий, это резко снизит издержки, резко повысит деловую активность в стране, резко повысит благосостояние вместе с деловой активностью, но только после того, как это станет для государства полезным. Пока это для государства вредно, потому что любой рубль потрачен на что-то полезное, отнято в глобальной финансовой спекуляции, этого не будет. Поэтому мы сейчас обсуждаем вопрос, что делать, когда народ России вернет себе государственную власть. Ну, я думаю, правда, что обсуждать вопрос, как это делать, да еще я, прости господи, в рамках действующего законодательства, не будем уж смеяться за все, это вопрос для чуть другой аудитории, чуть других обстоятельств. Спасибо.